И на выход команды. Тестуют матч и действительно статус, подчеркиваю, очень важный, очень красивый. Шич и выдвинутый вперед Абрахам. Вот основной состав от Фрэнка Лэмпа. Сновятся новичками команды, которых формально не может быть учелся. Итак, старт Зальцбурга. Это очень внушительная сумма. И Зальцбург атакует молодая, бодрая команда, которая заставляет... В магазине клубным появились вот эти вот самые... Новый обратно сзад Зума. Не слишком далеко вынес этот мяч и очередной шанс для Зальцбурга. Кеха на месте. Да, это удар четвертого номера Ашимеру. Смещается он все равно за хозяевами. И очень неплохо они распоряжаются мячом. Игра на коротке, подача на Эрлинга Холланда. Вызывая их из аренды. Ну или к игрокам, которые себя не дореализовали до этого в команде. Это американец Джесси Марш. Это домашняя заготовка, которая... Значит, дальше на Пулешича. Тот убирает под левую ногу. Интересная задумка. Дальше еще на Баркере, что в поиске идет заимопонимание. Убирает под себя Эмерсона. Кепа включается. И есть еще момент удар. Спасает свою команду Давид Луис. Ну а теперь уже на трибуну. Вот так исходу 10-й. Турчевы, потому что там приезжают сюда. Невозможно, опять оставить. Как здорово там. В прошлом сезоне мы видели, как варьировались вот эти самые опции. Давай пока досмотрим. Ну, кроме Барселоны, и Ковачич, и тот же Жоржинир. И сейчас Ковачич как раз в стиле Канте играл. Зумас. Вот сейчас будет опасный выход. Это Пулешич под правый мяч и как здорово из-под защитника. Из-под Понгрочича исполнил новичок Челси. И Кристиан Пулешич, да, уже не первый мяч для него, но исполнен действительно классно. Ну, при определенном раскладе можно сейчас перепутать его с Азаром, потому что очень прицельный удар с правой ноги, между прочим, среди запасных. Эмерсон, передача на Педро, скидка в центр, не успевает на эту скидку Пулешич. Ну, мне кажется, что Педро здесь все-таки ошибся, сыграл, сразу как-то присмирел бедолага Зальцбурга после двух быстро пропущенных. Он сам себя настраивал на эту игру. А вот передача снова Пулешичу, дрибленка, удар по ногам. Это же пенальти. Улыбается Кристиан Пулешич. Пахнет. Очень короткий разбег, но попадает классно в самый угол. И несмотря на то, что Станкович тянулся к этому мячу, прыгал в этот же угол, все равно до мяча не добирается. Вот так в течение двух с небольшим минут Челси уже два мяча имеет преимущество. Как будто бы не особенно напрягаясь, хотя проблемы в обороне учился тоже были, когда очень быстро и резко играл Зальцбург, но... Легко прерывает передачу Эмерсон и может с толку. Вот только теперь и атака на левый фланг, прострел. Жоржиня. Пас назад. И дальний удар Эмерсона в Ковачич. И какая передача шикарная. Снова Пулешич. 3-0. 3-0. Феерия настоящая Кристиана Пулешича. Ну, а вот это уже почерк. Невероятно быстрый розыгрыш после стандарта у своих ворот и диагональ от Ковачича. По-моему, он был. Идеально. Просто сумасшедший, просто, конечно. Бегай дальше и решай. Больше ничего от тебя не требуется. В центре Жоржиня Пулешич. Слева подключение Эмерсона. 3 адресата у него. Играет с партнером. Хороший очень проход. Это будет главным исполнителем стандарта, потому что, опять же, это был на Азаре. Вполне, наверное, может этим заниматься Баркли. Но вот и огромная зона перед Эмерсоном. Врывается он в штрафную. Удар. Станкович спасает свою команду. Возможно, Эмерсон... Лондонцы добились. Ну, конечно, счет здесь непривостепенное значение имеет. Падает Камаран. Матео Ковачин. Нет, Собуслай бьет. И здорово бьет. Но Кепа. Как спасает. Классно. Это ведь не его угол был, а угол стенки. Стенку обвели. И пришлось такое большее расстояние галкиперу преодолевать, спрыгая. Ход. Выйти вперед. Но здесь... Неудачник в отборе пытается обойти Зума. И это удается сделать. Немедленно желтый. И Ульмер подает на дальнюю штангу. Хорошая подача. Но, кажется, Кристенсену помешал защитникам Вепу. И идут. Собуслай. Забегание Ульмера. Угловой удар. Практически все. То есть тот, кто останется за пределами этой восьмерки, удара Абрахама. Ты уже сказал. Да. При том, что они в прошлом матче играли. Снова левым флангом. И снова спешит. А в первом тайме на поле так и остался. И, кстати, очень хороший японский нападок. Смена тоже. Станкович поменял Кён. Вместо Ульмера вышел. Но уже, наверное, прошла та пора, когда в разгар подготовки команда играет. Двумя составами два разных тайма. Здесь с первого тайма. Подача и очень высокая. И начинает второй тайм так же, как и первый. Акугава передача. Сыграют все. Так решил американский тренер Зальцбурга. Подача с углового. Удох воротом. 1-3. Камерунский защитник Онгене. Классно пришел. Откликнулся на эту подачу. Пробил самым, что ни на есть, классическим образом. Да, ну и, конечно, большая радость для болельщиков. Гол ворота Челси. Какой бы там счет сейчас не был и не был в итоге. Но у них осенью будут матчи с большими командами. Теперь уже, как мы сказали, гарантированно. Болезин активен в первом тайме и старается таковым оставаться и во втором. Маунт Кристенсен, но уже после этой атаки. А почему бы не сократить? Прошла передача пяткой Ковачича на Баркли, дальше на Пулешича и не точно на Орот. 21-летний игрок своей команды. Новая комбинация на коротке. Минут второго тайма. Там 70 на 30. Получается примерно так. Их сегодняшних игрок основа. Ну, это единственное, кто напрашивает. Ой-ой-ой! Какой гол! Что творит Педро? Это фантастика. Вот был эпизод с его участием в первом тайме, когда вот он как будто на тренировке сыграл. И забивает он точно так же. Куражится как будто там в копхами у себя. Немножко почудить для своих. Но как же это красиво. Да, феноменально разбирается в ситуации и владеет собственным телом. Педро оставил. Давайте скажем о таких же и в запасе. Это молодой защитник Пикаю. Если брать идеалистическую картину, я думаю, что Челси Погулянтный сезон ушел на третьем месте плюс Лига Европы. Ну, поди плохо. В манере схожей. Играш отдает чуть назад. Жоржиньо. Хорошая передача, но... Болистов и... Может быть опасно. Юлузович Кепа! И Аспеликоэто буквально с ленточки ворот. Ох, как Фентит. Там юноша. Нужимать из ударов почти максимум. Во втором тайме один удар. И это голеностоп. На газон. И умствовать. Иногда просто надо быть собой. И этого уже... Сомнений. Ох, здорово играет Ковачич. Первый на мяче. Партнер. Прострел. Аспеликоэто, да, это было? Он успел подключиться. Но на прострел реагирует. Пока стандарты у ворот синих. Это Златко и Юлузович. И хорошо. Был позицию на фланге. Как в атаке, так и в обороне. Но здесь, наверное, перемешку с графией. В тишине китайцев, где они проводили в Китае. Помнишь? Ой-ой-ой. Ну, он был в же Копорной зоне, а повыше играет Росбаркли. Какая классная атака Зайцбурга. Подставится под мяч. Вот сейчас так и было. Он доформируется. Может быть, это такой человек в этом варианте. Удар еще одним поворотом и пенальти. Или забил в первом тайме. Ну, это без шанса. Шикарно исполняет и японец. Такого удара, честно говоря, с трудом можно было ожидать. Потому что короткий и такой, вроде бы, не резкий разбег. Ну, как пробил мощно вверх, он пробил такими минамина. 2-4. Хороший, я думаю, результат, устраивающий поклонников. Тут же включается в игру. Удар с рикошетом угловой. Еще один удар. Нет, голу не будет похоже. Если только сейчас. Очень долго Зайцбург думал, как бы здесь нейтрализовать угроза. Больше вот настырность. Вот молодец. Да, действительно, казалось уже все, шансов у него не остается. Но Батшуаи не отчаивался и, не реализовав момент из расстрельной позиции, исхитрился пробить с острого угла и пробить так, что шансы разбирается со своими заменами. Снова очень активны в атаке игроки Зайцбурга. Удар. Но вот так как Батшуаи не смог кой-то выйти из ситуации, но зато партнеры поддержали. Да, мне кажется, вот три мяча, пропущенных от Зайцбурга и Рейдинга подряд, это повод все-таки задуматься Фрэнку Лэмпорту, его штабу, его футболисту. Но позволили себя продавить по центру и такую передачу пропустить за спины. Мы точно совершенно этого не увидели. Спасибо.